2 сентября 2013 года у руля детской школы искусств встала Наталья Колповская. За 10 лет плодотворной работы школа преобразилась. Сюда пришли работать молодые и перспективные педагоги. В школе искусств открыли программу «Хоровое пение» и предпрофессиональную программу «Архитектура». Копилку наград за это время пополнили сотни достижений талантливых воспитанников. Победы на областных, всероссийских и международных конкурсах и проектах. В прошлом году был всероссийский конкурс пианистов имени Балакирева. Наша школа была очень достойно представлена. Конечно же, не могу не сказать о том, что хоровой коллектив «Копель» руководитель Анастасии Сергеевны Ерофеевой, концертмейстер Светланы Викторовны Елагина прошел в финал всероссийского конкурса «Битва хоров». И ребята выступали 12 июня на Красной площади. Очень почетно, очень патриотично, очень здорово. Впервые в нашем городе. Два воспитанника Дышея в этом году поступили на отделение дизайн высшей школы экономики и в архитектурный университет после окончания предпрофессиональной программы архитектура. Школа особенно гордится тем, что многие воспитанники после выпуска решают связать свою жизнь с искусством, признается Наталья Колповская. Некоторые возвращаются в эти стены уже педагогами. К нам приходят они на каникулах и приходят работать. У нас работают выпускники и в нашей школе, и в музыкальной школе имени Балакирева. Очень приятно, что традиции продолжаются, и преподаватели продолжают дело своих учителей, юные преподаватели. Сегодня в стенах школы искусств дети осваивают такие предпрофессиональные программы, как фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, архитектура, хореографическое творчество. Также здесь преподают основы исполнительского искусства, эстрадно-джазовое искусство, общее эстетическое образование и раннее эстетическое развитие. Больше 200 ребят поступили сюда в этом году. Примерно 100 человек, больше 100 человек пришло на бюджетное отделение, и также больше 100 пришло на внебюджетное отделение. Я считаю, что хороший набор, детей много, школа востребована. Будем продолжать учить наших замечательных юных саровчан. Беседу с Натальей Колповской смотрите в программе «Актуальное интервью» на канале 16 и в наших группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.